добрый день наши хорошие я снова на кухне у нас закончились скажем так супчик у нас был помните да я варила супчик вкусненький был с гречечкой он закончился поэтому нам нужно варить чего-нибудь жиденького и так как скажем так ну больше недавно был что мы ели еще ну да гречневый суп был уже в мыслях всякое разное думаешь так с фрикадельками вроде не хочется весной то все потом этот рассольник сварить просто пустой на перловочке тоже думаю вроде как и тут я вспоминаю мы сто лет не готовили уху пошли мы вчера купили но скажем так набор не набор но в принципе да я нашла кусок прямо головы без вот этого безрыльца именно вот где щечки самая мясная часть это форель рыбка красная в общем этот пакет у меня получился 60 гривен ну много ли не мало но сам факт что это во первых рыбка красная она наваристая вкусная мясные кусочки такие прямо вон толстенькие хвостик тоже тут совсем мясной ну и такие образе здесь скажем так я все перечистила перемыла перебрала водичку поставила на плиту она закипает вот и пока пока водичка закипает я значит нос ребята нос хочу вам показать препарат который я заказала нам была помощь большая оказана спасибо огромное я с этих денежек заказала дорогой препарат в общем с пересылкой он получился 695 гривен именно тот что нам прописали в николаеве тут я получила консультацию что он да действительно он нужен здесь 60 ампул их хватит надолго сейчас уже после операционный период у нас почти что заканчивается вот и я так понимаю одна в сутки ему должна была даваться изначально вот прямо сразу после операции но так как я не могла позволить себе по деньгам купить этот препарат то проконсультировалась со своим доктором который у нас здесь на месте он сказал что сейчас еще ты можешь раз в неделю ему давать таблеточку вот и пока ну еще недельку подари подавать ну две может недели а потом переходи на вот эти таблеточки ты ему можешь дать раз в два месяца раз полтора месяца то есть как профилактика она идет от всех почечных здесь значит я читала гуглила по поводу этого препарата здесь именно помощь почечным животным собачкам и котам и она очень нужна и очень важна потому что здесь такой спектр витаминных добавок именно которые им нужны для поддержки потому что болячка она осталась ее понятно она хроническая но ее нужно время от времени поддерживать стимулировать чтобы не было такого же криза как у нас получился со стёпой все ребятки огромное спасибо вам за помощь сегодня новой почтой пришел препарат ждала его три трое суток и сегодня уже стёпа употребил пищу то есть получается они такие интересные вкусно пахнет я понюхала думаю стёпа шпривереда думаю будет не будет вот такие вот они похожи на не знаю на какую-то ляшечку рыбку вот такие они к желированная такая штучка но она понятно не употребляется если конечно есть животные которые глотнут и оно прикольно но я когда консультировалась врачами они не сказали вот то что там внутри выдавливай в корм и действительно выдавилась очень легко желе желе такого слегка коричневенького цвета как может чуть коричневее чем мед желеечка такая я понюхала тоже действительно пахнет кормом вкусняшечка я ему выдавила в его корм перемешала ложечкой он все съел обрезал короче все лечение происходит продолжается ведь окажется и сегодня он уже его уговаривает но потерпи еще еще сегодня завтра потерпи может тебе уже разрешат снимать этот воротник потому что он такой смешную чем в этом в воротнике он нам вчера разбил ребята вазу это был первый раз первый раз у нас такой был от степы ну скажем неудачный шаг в жизни с вазу я это любила она такая значит в ней стояли наши веточки которые расцветали и уже к вот-вот откроют листики потом покажу значит такая на этот самый цилиндр цилиндр стеклянный форма такая круглая высокая ваза и в общем в ней стояли веточки так как стёпа в этом воротнике он не ориентируется на местности он сделал любимый прыжок с подоконника на журнальный столик и понятно ваза ну ну ничего это пускай будет самая большая беда то ерунда стекло есть стекло но не вечно все приступаем готовки ребята ухи вода закипает в первую очередь я конечно же отправлю в водичку эту самую рыбку вот и так как нам нужно приготовить картошку к ухе я сейчас возьму тарелочку вот и будем с вами разговаривать погода стоит ну вообще мы с витей сейчас прошлись нельзя надышаться такой воздух теплый хороший сегодня у нас 6 уже уже 8 каких 6 уже 8 градусов сегодня с утра на завтра вообще обещают 8 сегодня было обещано 6 но вот сейчас уже 8 вот и представьте что будет завтра ветра почти нет такой знаете как почти шти легкий легкий такой но непроблемный ветерок прошлись сходили в это вы купили яблочек яблоки сортовые вкусные мы их уже покупаем 1 3 опять-таки по совету юли выбрали вкуснячьих яблок покажу потом что мы еще купили значит что 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 а больше наверное ничего яблоки одну шоколадку взяли чтобы было так на всякий случай они сейчас в акции черный с орехами шоколад вот и на так больше ничего а зелень вот зелень я думаю что что то мы еще брали зелень конечно же вот и такие вот дела ребятки ухи сейчас похлебаем в обед конечно время у нас сейчас 12 вот уже и к обеду время так время летит вообще сегодня вспоминала внучку самому маленькому сегодня год и три я грубить вроде как мы недавно год и в церкви были недавно и день рождения праздновали а уже прошло три месяца кто он уползет то он отбежит не поймешь короче лучше бы скорее пробегала и скорее бы победа больше ничего не хочется все ребятки у меня две моркови в очки одна луковица я его так вот луковинку а не до конца вот делаю такой крестик чтобы она быстрее отдала свою сочность нашему бульону вот ну а морковку я уже конечно же порежу хочется мне чтобы она не была одним куском а такими скажем полосочками замочила я немножечко наверное ложки 4 столовых ячневой крупы потому что мы любим уху не просто такую значит жидкую водичку а бульончик а чтобы там присутствовала какая-нибудь крупа ну ячневая вроде как хороша для ухи понятно туда не положишь ни макароны не гречку не не пшено потому что ячневая она дает такую мучнистость слегка конечно же вкус но и питательность насыщенность бульону сейчас вода закипит и туда отправляем нашу рыбку пишите какая у вас погода очень интересно как у нас март будет себя вводить в права какая у вас погода писали спасибо огромное за комментарии за добрые слова но все как всегда я человек такой благодарны и и одна из подписчиков написала извините что так много пишу ребят так это же радость когда человек ну как бывает такое посмотрел видео там ну лайкнул да и ладно не всем конечно удается писать комментарии но если у человека есть время есть желание то это очень очень здорово очень приятно читать что кто любил там вот например я сказала что никто не кушаю манную кашу в детстве не любила мед кто-то тоже написал это не любил это не любила какие крупы любит ну почему нет я же говорю если есть желание и время то прекрасно общение это вообще прекрасно гуляли по городу сегодня встретили витиных двоюродных братьев обоих главное я говорю ну надо же у нас город настолько небольшой что встречи очень часто происходят это здорово друг друга поприветствовали пообщались приятно вчера встречались сегодня вчера с другими сегодня опять я же говорю у нас родни много поэтому куда не пойдешь везде родня не брат так сосед не сосед так кум не кум так просто знакомый хорошо когда я честно вот так вот если было бы право выбора жить в большом городе ну и и в маленьком я выбрала конечно в маленьком что-то я не вижу себя вот в этой в толпе трамваи троллейбусы такси вот это вот суета как-то но не для меня пробки и а тут спокойно тихо прошелся прогулялся поговорил посидел на лавочке как-то все так спокойно какая-то идиллия нашего города я его люблю листики помыла отправляю в бульончик солить буду аж в конце ребята не знаю правая или нет но я считаю что соль придает плотность всему и мясу и картофелю и всему поэтому я где-то после того как я понимаю что картошечка уже доготавливается я только лишь тогда буду солить бульончик все рыбка ушла и теперь сейчас главное собрать пенку которую даст рыба все значит крупа промыта морковь нарезана картофель готов лучок отправлю чуть чуть попозже когда шум соберу ну и в самом самом конце я добавлю зелень зелень безумно хороша в пахнет хороша в ухе кстати зелени нужно кушать как можно больше сейчас она конечно дорогая 20 гривен пучочек но у меня есть и замороженная всякая но почему-то в уху хочется положить зелень чтобы она дала свой аромат такую ну не знаю насыщенность дала ухе в общем все ребятки я доварю и конечно же вам все покажу доброго дня нинучка шо цена так мачно пахнет а садитесь и посмотрите доброго дня доброго здоровьечка мы съедаем обидати нас дуже смачно пахнет и вам бажаем також если обидаете то обидайте с аппетитом доброго здоровья ребятки я показываю проси значит сказала что покажу и показывает человек ответственный вот такие вы яблочки купили мы их очень любим кстати ведь они подорожали были по 11 сейчас по 16 но 4 рубля 4 гривны до 5 короче они очень сочные очень плотные и очень сладкие то что как раз я люблю кислинки в них нет вообще вот все уха наша готова я на налила в виде вот такая ты пошевели вот так вот ой красота кусочки рыбы каждому положила красненькой а крупиночки да красивенная такая прозрачная получилась она была розовая до такого до того времени когда я добавила зелень она цвет изменила так она прям была розовенькая цвета рыбы витя уже и сергает хлебушек мне такая же тарелочка а это так кто захочет тот может помажет за себе горчичкой хлебушек и съесть кусочек такого сальца все всем кто обедает приятного аппетита а у нас хорошая рыбка добраюшка добротной да да так говорят я думаю в она у нас добра все ребятки садимся кушать пока пока